в описании к этом плохом канале записываю ролик после ваших комментариев на ролик с димой дикий вот который рассказывал про подшипники всякие умные вещи вы пишете там о том что вы хотите еще хотим еще хотим еще всяких роликов на техническую тему вот и после каждого такого ролика после косты за там и прочих там таких людей которые расскажут на техническую тему вы каждый раз такое пишите это прекрасно единственно что ролики на техническую тему где-то в два-три а то и больше раз смотрят меньше чем остальные вот и люди которые комментируют о том что не хотят больше меня кстати не подписаны поэтому не подписаны на меня выйти смотреть меня но некрасиво вот поэтому подпишись мой друг это раз вот а во вторых то что касается технических роликов сейчас поясню я записываю ролики про холей дэвидсон потому что я на нем езжу вот это большая разница то есть у меня мотоцикл для того чтобы на нем путешествовать и наш его уковырять я показываю о том что его может ковырять любой человек даже я человек без опыта вообще как бы какого-то ковыряния этого достаточно для того чтобы его ковырять вот что я собственно вам пытаюсь это показать и никаких навыков специальных для этого не нужно и конструкцию не очень простая и делать тут особо ничего не надо вот то что я вам хочу показать вы же говорите что давай нам побольше йокарной бабай технической инфы но она для путешествий не нужна понимаете то есть вы именно для путешествий это просто ну ну не бесполезная но лишняя инфа она не пригодится в путешествие никак то есть знать конструкцию более-менее да то есть знать куда лезть в каком случае для ну таком простом мотоцикле я считаю это очень полезно вот приезде но как бы ограничиваться ну вот то что я буду какую-то шестеренку там крутить или там гайку бесконечно что-то настраивать на путешествие это не нужно вот просто нужно его обслуживать чем я занимаюсь если вам покажу что собственно происходит я записываю все честно по этому поводу просто она там у меня вновь встала в ступор то есть все это дело пока то есть там я жду запчасти вот когда они придут я все это дело все дело смонтирую и выложу то есть я все снимаю что там происходит у меня все там идет какой-то процесс вот просто я его не выкладываю вот по той причине что не собрано но повторюсь это не самоцель я не ковыряю мотоцикл в гараже для того чтобы уковырять вот я поговорю обслуживаю на сумму чтобы на нем ездить я думаю что для вас это понятно поэтому когда ну человек испытывают технический оргазм от расковыривания мотора бесконечного какого-то это все прекрасно вот но умеет неинтересно потому что я на нем просто езжу вот я вам показываю что он хоррик прекрасно можно ездить это очень простая конструкция и можно по обычными кривыми руками как у меня без навыков вообще его легко обслужить ну я объяснил как мог вот вот так говоря по поводу технических вопросов сразу у меня сейчас будет показывать что происходит по моду технических вопросов во первых вступайте в группу плохого канала вот вам выкладываем мотоциклы которые продаются то есть там еще много предложения для своих людей пожалуйста ради бога выкладываем там достаточно дешево вот продаются они чудесно вот тоже дешево достаточно все дело стоит ведутся они воска парт и через пор за по отдельные два направления абсолютно это первое второе там есть чат канала не он сидит больше ста человек уже вот там как раз вот технические трёпы идет то что вам интересно про технические темы технические вопросы фотографии видео обсуждение вот этого всего дела или происходит именно там почему потому что если я вам например сейчас сейчас покажу да то есть но если я вам буду технические ролики какие-то снимает допустим да то есть кто-то разберет в дальних что-нибудь жопа в том что все хорлее ну или точнее не все хорлее уж так сказать одинакового хорлее их не бывает вот они почти всегда разные то есть и и что-то совпадает это чудесно сама это не совпадает вот поэтому толку от этих технических видео это не японский мотоцикл который выпускался серийно 10 лет одинаково и как бы перестал выпускаться если другая история он как бы очень много модификаций не каждый год там у него происходило вот и если допустим меня будет ролик про 2003 год то 2016 2010 может быть что другой поэтому толку от этого никакой или другой модели даже будет совершенно другой и спортер например в этом спрашиваете про спорта постараюсь снять но если это будет старый спорта например это будет совершенно другая картина вот поэтому технические ролики про хорлее дэвидсона они ну-то во-первых конструкция очень простая там ну блин чем снимать я вообще сам не понимаю вот во вторых но этот скорее для тюнинга таров моторов интересно чем я точно не смешать заниматься но я про это сниму отдельно но много про это снимать ну повторюсь аудитория получается очень маленькая она но на харликов чудесно заходите там полно таких людей человек 20 после основных каких которые пишут как там модно говорить никому не хотел обидеть вот и как бы по этому поводу снимает вот в первых там петя плюхин снимает я могу даже в ссылку на не знаю там вас в этом в сообществе висит как он мотор разбирал ну как в прокладке менял вот так что там нечего уковырять поэтому особо нечего с ниранда и сейчас покажу что происходит вот как то вот так это все сейчас выглядит вот без фейдинга все все ковыряющие я снял гусятницу вот она и продолжаю процесс совокупления с мотоциклом вот дабы исключить его возможные какие-то эксцессы так как у меня тут текло я сидел снимаю на сейчас у меня все это сделал стоит на месте потому что нет вот этого сальника вот я его жду вот как придет его поставлю за сниму все это дело поставить это обратный вам отдел покажу вот получил я трубы еще щетка же поменял там сама кран в общем заклинил для того чтобы он не был вакуум вообще спинку еще вот купил вот буду ставить тоже за сниму все это дело как бы вот пока просто не до этого трубы приехали у меня из города апатита чудесные прямоточные вот от канала ченнинга знаете наверно такого человека заплатитов который ездит на родкинги вот там говорялся я с кондюратором снял я его в общем буду его тоже перебилдить потому что там резинки как бы того вот начал я заниматься рулем вот тому как я буду переставлять руль вот но и будут снимать ну все дело сниму вам покажу вот ну вот пока вот вот с ней вот так то есть это все в разобранном состоянии то есть и вот снять как я уже загнул разобрал то я снял вот а теперь буду снимать как собирать и все это в отделах монтировать при сорты сорты вот в таком состоянии находится вот тут у нас все эти вот собакой вот носит нас все разобрана вот значит я занимаюсь тяжелыми переделки сейчас будет с баку метам варится на сейчас это руль я переделал опять буду уже которую фару заказать тоже те которые я заказал не подошли ни хрена вот гусятница ну короче блин себя покажу с генератором история получилась какая генератора ну вот как будто собирать вот покажу генератора здесь провода вот сама полетела обмотка вот на софтере вот и был принято решение все это дело менять потому как как-то это стрёмно вот потом у этого как это меня на канале модно говорить статор и роста вот значит у него отлетела два магнита вот и кажется я понял вот этот вот два магнита вот и есть вероятность того что они давно достаточно отлетели это естественно есть хорошо вот и есть вероятность что от этого гусятница было хреновое масло поэтому обратите внимание на то что если у вас такая вот история с маслом гусятницы то вполне рядом вот от этого поэтому я вот тоже заказал вот ну вот как приедет все это дело засниму просто показываю чего происходит вот у меня до сих пор снят масло бак снято в общем из акика все это все это дело снято вот поставил замок зажигания от постера не поставил пока спидометр прикручивать прикручиваю бак то есть у меня не стоит кик не стоит потому что прокладки нет жду прокладку не приехала пока вот прям такая вот картина то есть вот такая вот вот я вот сейчас все как это тоже буду собирать и это дело вам засниму вот вам будет технический контент но повторюсь два этих мотоцикла у них абсолютно разное устройство ну как не абсолютно но в разные вот и например если я буду сниму про этот вот ну к тому это будет ну похоже но все равно если вы будете вот например сами разбирать вот это вот ну вы как бы можете во что-нибудь уткнуться то что будет непонятно вот есть история про компенсатором беруту засниму весь уставят внутри пружина оказывается вот есть хороший ролик скотти кто его смотрит где вам об этом рассказывает что здесь должна ставить шайба прижим но чтобы прижимать компенсатор иначе у него есть некий люфт вот и в конце концов это все дело разбалтывается вот за счет шайбы это дело решается ну то есть для меня это но какие-то обычные вещи которые но не стоит кого-то внимания то смело бы раз более интересно вот я решил катушку перенести вот так ее поставить или вот так вот я об этом буду думать три дня вот метод 4 вот поставлю кромстен буду еще больше думать вот мне потому как красивые 3 нет вот меня вот это больше беспокоит чем честно говоря вот это потому что это на обычная рутина обслуживание какая-то такое она очень простое ведь я повторюсь вы сами можете взять открутить две гайки да и снять вот это все дело и поменять прокладки сами ки один раз там 50 тысяч километров ездить дальше собственно чего я делаю вот у меня была проблема с сальником стартера который пока еще непонятно почему вот но он потек второй раз то есть я у меня в июне но ты он у меня потек вот в августе то есть до сих пор понять почему то я буду указать собирать еще раз пытаюсь понять что за фигня может быть браковыми сальник такой тоже бывает вот пока вот все вот я думаю что я вам ответил про техническую часть то есть я повторюсь мне как бы не падают видео все снимать она тоже снимается но у меня больше канал для людей у которых нет харли дэвидсом для того чтобы они поняли что это такое они для тех людей у которых он есть вот для которых поняли как с ним чуть делать вот до этого есть чат в группе в какого канала где можно спросить у владельцев чего куда вот и харли ком где тоже можно спросить а на канале вот эти вот ролики заснимать они ну будет дима да то есть дима обещал там заснять теперь куда смотреть хорле и вот такие вещи вот новый говорю повторюсь например там допустим делаешь что в моторе у харли в нас в одно у электрички в другое world king of 3 как бы у спорта в ну как бы вот так вот то есть там для каждой модели каждого года будет такая длиннющая сетка куда надо смотреть вот поэтому ну общие какие-то могут дадим вот какие-то рекомендации но они будут такие очень общая просто не сторонник этого все делал вот а для любителей вот этого технического ковыряния я миллион раз повторюсь у меня не технический канал и не канал обучения там как чё делать и не канал там каких-то там когда люди делятся техническим опытом каким-то вот если бы это у меня был мотосервис какой-то да то есть логично было бы да то есть да все его рекламирую допустим да то есть и рассказываю как мы чё делаем вот у меня нет я путешественника рассказываю о том как вы можно обслуживать и как удобно ним есть 5 разницу вот поэтому у меня нету этого то есть то что интересно технарям которые как бы ну просто покупают мотоцикл для того чтобы уковырять вот мне как бы это ну просто какая-то повторюсь процесс какой тут я сейчас поменяю руль я выполняю исключительно из эргономических соображений больше вообще никаких нет у меня и это ну обычная операция там как но я сниму как я там снимать фэринг там как поменять руль там понять проводку вот это все дело ну там некоторые спрашивают на мой взгляд ничего такого сложного там нет но для вас засниму ну вот то есть и по ну как бы люди спрашивают мотоцикл подыскать до 1000 мотоцикл подыскается мотоцикл он и посмотрел ролик понял что на хорлее можно ездить допустим я ему там допустим подыскал мотоцикл купил удовольны его запустили в чат где он задает вопросы у нас еще есть во первых большая тема с рекомендациями благодарность ими отзывами я там поставлю на нее ссылку в описании на все это делал описание чтобы видели большая тема в группе есть про расходники всякие с этим ссылкам допустим набор плакаток для этого набор сальников для это где купите там вот все телефоны там там допустим сейчас продюймовые болты отдельно вот я выложил где их покупать то есть вот это все дело но там прятен она как бы не видел все это дело происходит то что видео больше развлекательный контент и такой как был общего вида для людей говорю повторюсь у которых нет вообще даже было цикла даже нет вот или там допустим они думают про хорлее просмотрит что там бы чё к чему то же самое вот больше 100 человек сидит который в чате да то есть ну я думаю что большинство для совершенно не хорлеи никакие то есть но они просто смотрят чё к чему нам как бы ради бога чё нет вот так что подписывайся на канал вот подписываемся на группу заходим в чат и радуюсь этому всему всем удачи спасибо я думаю что всем ответил на все вопросы вот по поводу подбору подбора мотоцикла и привозу из америки ради бога пишите смотрите в группе они выкладывать чуть ли каждый день у нас там спасибо